Добрый вечер всем подошедшим. Stoker, Gritas, Green, Maxon. Всем здорово, всем привет. Думаю, нормально будет. Главное, чтобы они не закрыли стрим Ситары и просто пришли ко мне во второй вкладке, послушали. Здравствуй, Дар. Дэвна, здравствуй. А игру потише вообще сделать реально интересно. Мне кажется, она громковата на фоне моего голоса. Вот так мне нравится. Итак, господа, на фоне просто игра. Это сквиги и нам, по сути, без разницы, но мы, конечно же, болеем за дарков, потому что что-то человек офигел 8.00-ти. Итак, сегодня сняли НДА, я так понимаю, с информации по Legendary Edition Blood Bowl 2. Ну, то есть, другими словами, выходит целая редакция по второму Blood Bowl. Что, в принципе, в себя включает легендарное издание. Как мы все и ожидали, включает в себя все вышедшие... Включает в себя... Спасибо, в себя стоит. Ты вроде был подписан. Итак, включает в себя все вышедшие ранее ДЛЦ. То есть, покупая легендарку, вы получаете, соответственно, все вышедшие ДЛЦ, то есть, все расы. Что еще? Как минимум, 8 новых рас он принесет нам сразу же. То есть, помимо уже всех вышедших, плюс выходящих Кемри, плюс выходящие Дворфа и Хаоса, добавятся все расы из первой части. Ну, соответственно, это Гобосы, Огры, Амазонки, Проэльфы... Кто там еще у нас будет? К сожалению, не будет Кхарнитов. Это, пожалуй, минус. Но, но, кроме Кхарнитов... Гритос, подожди, у меня вот здесь бумажечка, я по ней читаю. Так вот, кроме Кхарнитов, но вместо Кхарнитов будут Кислевиты. Кислевиты обещаны копией, ну, копиркой со сланов, то есть, это будет аналог тех же жабок. Зато, вместо того, чтобы были жабки, у нас будут Кислевиты. Кислевиты будут выглядеть, как циркачи, кстати говоря. Где-то у меня тут было... Да, крабаты-циркачи, это будут Кислевиты у нас. Бигай будет поменен на Медведя. И говорят, что будут некоторые изменения в сравнении со стандартными правилами сланов. Что еще? Будет, кстати, стадион Кхимрей добавлен. Опять же, это очень приятно. Будут добавлены чирлидерши для некоторых команд. Далеко не для всех, но для некоторых. Что еще из очень приятного? Будут дорисованы модельки толпы. То есть, если мы посмотрим сейчас на поле, давайте вот так вот посмотрим, в консольном виде, да, на поле, ну, в толпе в основном присутствуют только орки и хуманы. Будут добавлены... Это не реплей, это реалка. Будут добавлены модельки толпы. Соответственно, и теперь народ пинать, который вы будете выбрасывать за поле, будут не только хуманы. Наконец-то мы уберем хуманскую несправедливость, да, почему все самое вкусное достается им. А чирлидерши, кстати, танцующие, будут танцевать в цветах команды. Ну, я так понимаю, что и форма будет аналог формы команды. Это, в принципе, очень неплохо. Интересно. Рингтейл. Я слушал несколько стримов. Точнее, два. Я Сейджа и Люпака слушал и, собственно, собирал инфу. Скажем, нет расизма, да. Что еще из плохих новостей насчет того, что мы все ожидали? Пока что даже в планах, по крайней мере, в ближайших планах, нету хаос-пакта. Соответственно, ждем начала работы либо после Legendary Edition, либо вообще у нас не будет хаос-пакта. Это из плохого. Что еще из приятного? Будет добавлено две команды. Первая команда — это Mercenary команда, то есть команда наемников, куда вы сможете скупать игроков от каждой команды. Неизвестно пока, как она там будет работать, но будет команда Mercenary. По-моему, можно будет только в каких-то лигах, где отдельно разрешены они. Ну, типа в фан-лиге, такой будет, соответственно, фан-командой. В коле эту команду не ждите, в нормальных лигах, соответственно, тоже не ждите эту команду. И вторая команда, которая будет добавлена, это, конечно же, StarPlayer Steam. То есть команда из старплееров. Опять же, как она будет набираться, неизвестно. Вроде говорили, что там будет какое-то разделение а-ля хорошие старплееры, плохие старплееры, ну, типа добрые, злые, да? Может быть, ее и не будет. Посмотрим. Вполне возможно, все стоит. Вполне возможно. Что у нас еще из веселого? Кастомизация добавится. Добавится достаточно много различной кастомизации. Во-первых, говорят, что будет все-таки изменение вида игрока при левелапах. Соответственно, здравствуй, первый Blood Ball. Все будет так, как просили старички. Очень круто, но, по-моему, даже не 100%. Ждем. Что еще, кстати, из такого? А, вспомнил. Нам добавят возможность переключать кубы. Стокер, я скажу. Я все скажу. Не все сразу. Так вот. Нам дадут возможность переключать кубы. То есть, господа из Blood Ball 1, у которых все должно быть, как раньше. Обязательно креститься двумя пальцами, а не тремя. Или там тремя, а не двумя. Вот так вот. Те смогут переключать кубы из процентов в 2+, 3+, и наоборот. Кому как нравится. Дадут возможность отключать почти все автоперебросы. То есть, ты не захотел отдавать, ну, делать автопереброс пасса. Тебя устраивает неточный пасс, инакурейт. Ты отключил пасс. Ты не захотел использовать фент, например. Ну, например, в тебя используют Френзи, да, и ты хочешь увезти этого человека куда-нибудь в красные кубы. Ты такой, я не хочу использовать Френзи. Ой, я не хочу использовать фент. И все. И парень уезжает в красные кубы, и ты рад. Так, что еще? Соответственно, обещают почти всех старплееров. Из тех, что были в первом. Ну, или всех. Я прослушал этот момент. По-моему, вообще всех старплееров, которые должны быть в первом блатболе, их всех добавят. Секретных старплееров точно добавят всех. Насчет Френзи я не уверен. Что еще из приятного? Шикарнейшее администрирование лиги. То есть админы. Ну, там, за постель или небольшой такой подкуп. Смогут вешать раны на любых игроков. То есть админы могут зайти в лигу и выдать травмы игрокам. Либо снять травмы игрокам. Либо выдать навыки игрокам. СПП. Все, что угодно. Теперь это смогут делать админы. Это очень круто. Плюс можно будет банить отдельных тренеров. Что еще? Ну, кстати, то, что вы сможете раздать игрокам то, что сами захотите, это очень круто для тех, кто хочет, например... Да, дерфить админов. Он сможет перенести, например... Настольную игру. Вот. В общем, тот, кто хочет перенести настольную игру, они смогут выдать все то же самое, что у них было на столе своей команде в Бладболе 2 и сыграть эту партию. Или доиграть партию. В общем, это мне пока что нравится. У гобосов, кстати, по заявлениям взятка будет 50%. Я не помню, было ли это в первом ББ. Во втором ББ у гобосов будет взятка всего лишь за 50 тысяч. Что, собственно, тоже очень приятно. Потому что я помню только у халфлингов. Этот. Я не буду есть, спасибо. Только у халфов я помню этот пирог. Ну, типа, шеф в два раза дешевле. Ну, окей. Если было, то это остается. От изменений банка ребята все-таки решили отказаться. Поэтому пока что банк остается все то же самое. Никаких тебе дополнительных индустментов. Ничего дополнительного. Что у нас еще получается? А, в три раза. Ну, в три, так в три. Окей. Да, кстати, дают бесплатную камеру. Я это просто не записал. Я думал, запомню, но не запомнил. Дают халявную камеру. Ну, не бесплатную, точнее, а дают свободную камеру. Sorry. Дают свободную камеру. Теперь можно будет вращать, как в первом ББ, ее как хочешь. И катать, соответственно, куда хочешь. Это тоже приятно. Ну, это я на автомате. Свободную камеру, конечно же. Нельзя ренеймить лонеров, к сожалению. Было очень много вопросов, но... Ну, как бы, много споров в этом плане. Но NetEos сказал, что все-таки... Не будет никакого изменения ренейма лонеров. Потому что, ну, многим не нравится покупка лонера. И потом, как бы, он не соответствует лору команды. Печально. Дальше что у нас? А, да. Насчет дворфов, кстати, хаоса. От шапок, ну, то есть от этих огромных самых шапок, почему их все шапками и называли, пришлось отказаться из-за того, что сами ГВшники были очень несогласны. И, собственно, по заявлениям ГВшников пришлось отказаться и от этих огромных шапок на дворфах. Хотя жаль. Что у нас еще будет? Говорят, говорят, что, собственно, куски Legendary Edition, то есть, если тебе не нужен весь Legendary Edition, да, ты можешь его купить по кускам. Ну, соответственно, куски будут дороже. Суммарно. Но как-то там по отдельности все равно можно будет купить. Грубо говоря, тебе вообще ничего не надо. Ты покупаешь только Амазонок. И все. И ты рад, все рады. Наконец-то... Наконец-то... Привет, Хонни-Сив. В лигу приезжает швейцарка. То есть, здравствуйте, стандартные... Подземка будет. Здравствуйте, стандартные, стабильные Саламандры. То есть, всех Саламандр опять сваливают в кучу. И швейцарка, пацаны. Вместе со швейцаркой приезжает посев. То есть... Кому-то надо. Можно сделать посев. Пожалуйста. Карт, кстати, хоть и хотели сделать в свое время. Ну, была идея сделать карты в Legendary Edition. От них все-таки отказались. Потому что это как-то... Было неинтересно. Я не знаю, Гритус. Это не было сказано. Скорее всего, админские плюшки будут в обычном ББ. И, соответственно, все остальное ты сможешь докупить как ДЛЦ к обычному ББ. Обещают компании. Вот. Обещают компании. То есть, для тех, кому интересно, можно поиграть в бесконечные компании. Ну, типа а-ля, как в первом Blood Ball. Бесконечная кампания, грубо говоря. Там Кубок Хаоса и так далее. Вот это вот все собираются сделать и в Legendary Edition. А, кстати. Еще насчет админов. Они смогут... Привет, дисп. Добавлять... Ну, искусственного... Искусственный интеллект. Ну, короче, компьютерного оппонента к дропнувшимся командам в лиге. По-моему, даже можно будет вводить команду в лигу, заменяя ее на дропнувшуюся команду. Мне кажется, это очень интересная идея. Не знаю насчет фрифарма. По-моему, там вообще можно будет любую команду как бы вводить-выводить. То есть, грубо говоря, человек дропнулся вместо... Эту команду выбрасываем, даем там админскую команду, и все будет нормально. Но если вы не хотите давать админскую команду, то можно просто включить AI. И парень будет против компа играть. Ну, такое. Так, что еще? Так. Так, так, так. Что еще у нас по Legendary Edition было такого интересного? Собираются, соответственно... Ресуррекшн режим, да, тоже собираются добавить, но я даже не слышал о таком и не знаю, что такое за ресуррекшн, поэтому как бы не в курсе. Что еще? Что-то там еще собирались... А, собираются добавить поддержку, соответственно, Steam Workshops. Соответственно, ждем всякие забавные моды. Ну, конечно же, на моделек. Нам успеют раздеть ВИЧик, переодеть Амазонок, при Тремпайс, и всякое другое, интересное и по мелочи. В общем, ожидаем, смотрим, как это все получится. Айвона Тубелив, да. Ну и теперь самая вкусная инфа. Самая вкусная инфа заключается в чем? Козочки, да. При этом КВД. Самая вкусная инфа заключается в чем? Все это счастье будет со скидкой для тех, кто уже имеет Blood Ball 2. Причем обещают скидку до 50% только в путь. Соответственно, ну... Рассчитывайте на вполне себе приличную скидку. И я думаю, что будет проще взять все Legendary Edition, чем отдельно докупать какие-то куски. Кстати, после выхода Legendary Edition, после выхода Legendary Edition, начнется второй чемпионат мира. Соответственно, ждем тикетов и ждем соревнований. Потолок, который пока что приблизительно объявлен за Legendary Edition, потолок, повторяю, то есть все может быть значительно дешевле, это 40 евро. Так что, ну, в принципе, 40 евро. Сами посчитайте. Получается, 20 евро, да, там у нас сколько они, 67 рублей там стоят. Я не считаю, что это очень дорого. Ну, приблизительно 1300 рублей, короче. Ну, опять же, я еще раз скажу, это максимальная цена, потому что изначально там все говорили, что-то в районе 30-ника будет евро стоить. Ну, а теперь, собственно, та инфа, которую все так долго ждали, когда же собираются выпустить наш всеми ожидаемый, ну, теперь уже точно, без сомнения, ожидаемый Legendary Edition. Так вот. Скорее всего, ничего не будет выходить после выхода Химрей и Дворфов. Все силы, скорее всего, будут направлены, соответственно, на Legendary Edition. И самой ближайшей датой, ну, то есть, не ближайшей датой, а вообще датой выхода Legendary Edition называется лето 2017 года. Тут, наконец-то, ребятки пошли достаточно мудро и не назвали точной даты. Просто лето 2017-го. Ну, нет, господа, я бы не был настолько пессимистичен, я бы не был. то есть, не знаю. Не знаю, ребят. Лето 2017-го. Соответственно, я жду в июле. Ну, выпустят в сентябре, так в сентябре. Ребят, реально, учитывая количество всяких плюх, учитывая количество всяких вообще ништяков, которые добавляются. Я готов подождать и до осени. Вот, честно, столько ништяков. Это можно подождать и до осени и, дождавшись, потом получать море удовольствия. Ребят, 8 команд, новый стадиончик, ну, это ладно. Новая толпа, которая на трибунах. новые чирлидерши. Ну, я не знаю, что еще хотеть-то. Даже, а, ребят, еще, кстати, кастомные команды. Кастомные команды, это шикарно. Ну, блин, можно будет вообще делать кастомные команды в будущем. Так что, соответственно, и это тоже будет клевая плюшка. Я так понимаю, она перекочевала с фамбла. Ну, собственно, кто еще что думает? Мимик, кастомные команды, так же, как и команды этих старплееров, они, конечно же, будут забанены. Просто смог очень любит рингтейлы, Колян. Если есть кому-то что-то добавить, я, собственно, тоже слушаю, жду, смотрю. Ну, в принципе, да, сейчас, нет, один сезон. Один сезон, это все-таки два месяца у нас впереди. Ну, успеет второй начаться, конечно, да, где-то полтора сезона ждать придется. Ну, подождем полтора сезона. Мелочи. Мы Норсов, по-моему, ждали полтора сезона или два даже сезона. И это только Норсов. А тут такие ништяки. Ну да, медведь так. Ну, блин, ребят, сказали, что кислевиты будут циркачами-акробатами. Ждем, смотрим. Поэтому, собственно, и медведь, я сомневаюсь, что у них будет модный медведь. Почему кислев будет холопы 2-0, Колян? Я не понимаю. У них достаточно дорогие игроки. То есть, открываешь сланов, смотришь на линейки, ну, так себе. Не, пока новый стадион, это просто новый стадион. Все. Рейн, обещали небольшие правки кислевитов. То есть, соответственно, это будут сланы с небольшими правками. Надо дождаться выхода, посмотреть. Поэтому, может быть, вообще будет другой. То есть, может, стандартный медведь с фамбла, может быть, еще что-то. Ну, это должно быть интересно в любом случае. Новый экспириенс. Показали, кстати, скрины. У нас даже, кстати, на рубле выложили скрины, вырезанные из трансляции. Очень забавно. Там, конечно, они такие шакалистые скрины, но других пока не завезли. Кроме как шакалистых скринов. Самое забавное, что, и приятное, то, вокруг чего все ныли. Меня это вообще всегда раздражало. Косметический апгрейд моделек при левелапах. Все, пожалуйста, ребят. Теперь смысла играть в ББ-1 вообще нету. Ну, кроме хорнитов, окей. Да, такого кислева не будет, апоссум. Будут обычные слоны. что еще там забавного? Ну, собственно, все, ребят. Просили кучу настроек, получите кучу настроек, кастомизации и изменений визуалки. по идее, Гритас должны будут. Я думаю, на этом запись можно остановить. Тут, в принципе, инфа уже вся и новая вряд ли появится.